Лучезарный батюшка. Воспоминания о игумене Гурии Чезлове. По благословению Преосвященнейшего Диамида, епископа Анадырского и Чукотского, иеродиаком Авель Семенов. Часть 4. Рассказывая об Антихристе, отец Гурии прямо сказал мне, что он уже родился, и что его уже кто-то видел. В жизнеописаниях духоносных старцев мы встречаем рассказы о том, как строго наказываются люди, не послушавшиеся старческого совета. Проверил это и я на своем горьком опыте. А произошло это так. Был у меня на работе знакомый, который хотя и верил в Бога, но все же считал, что нам спастись невозможно, и что все мы будем гореть в аду. Много раз я убеждал его оставить это пагубное заблуждение и воцерковиться, но он, слушая меня внимательно, не соглашался. И вот однажды я спросил отца Гурия, как мне поступить в отношении этого человека. «Немедленно отходи от него», – не раздумывая, строго сказал мне старец. Внимая совету батюшки, я перестал вести духовные беседы с этим своим знакомым. И все было бы хорошо, но как-то раз я не вытерпел и снова взялся за свое. И вот в самом начале разговора, как только я собрался в очередной раз доказать ошибочность мнения моего собеседника, я вдруг почувствовал, как будто бы внутри меня что-то лопнуло. Точно туго натянутая струна. Какое-то бесчувствие и апатия ко всему наполнили мою душу. Я продолжал молиться, работать и выполнять все свои обязанности, но стал делать это холодно и равнодушно. Радость, казалось, навсегда покинула мое сердце. Но вот прошло несколько месяцев наказания, и Господь смилостивился надо мной, внушил мне спасительную мысль о покаянии. И хотя не сразу я осознал свой грех, мало-помалу все встало на свои места. В последствии бывало, что я не всегда исполнял то, что мне советовали другие священники, но ничего подобного более со мною не происходило. Возлюбил всем сердцем своим батюшка Гурий Бога и ближнего своего, зато и Господь соделал его сосудом, исполненным благодати. Невозможно описать те чувства тихой радости и блаженства, которые наполняли мою душу от общения с ним. Светлым и окреленным я уходил от батюшки. Казалось, взмахни руками, и птицей взлетишь в синее небо. Никогда не забуду первое благословение старца, после которого я целую неделю как сыр в масле катался. И не было ничего, что могло бы омрачить мою радость. Удивительно ли, что толпы людей стремились склонить свою главу от благословляющую батюшкину руку. Позднее одна молодая женщина поведала мне, как когда-то, еще будучи невоцерковленной, приехала она в Спасоприлудский монастырь вместе со своей матерью. Увидев старца, окруженного народом, матушка подтолкнула ее. «Иди, и ты!» Ничего особенного не ожидает девчушка подошла к незнакомому священнику и поклонилась. И вдруг волна благодати наполнила все ее существо, в одно мгновение преобразив ее, маловерующую, в истинно православного человека. Так рука старца Божия в одно мгновение сделала то, на что не способны были бы и тысячи самых красивых, но пустых слов. Не чудо ли это? Так уж получилось, но после 1994 года я перестал посещать доброго батюшку, а потом его из монастыря перевели. А спустя несколько лет я узнал от одной благочестивой старушки, что отец Гури подвергался давлению. Из ее рассказа я понял следующее. Батюшке было видение. Явился ему некий юноша, благолепный видом, в руке он держал листок бумаги. Когда отец Гури взглянул на эту бумагу, то увидел, что это страховой медицинский полис. А в тот же момент юноша превратился в отвратительное, мерзкое чудище, беса с когтистыми пальцами. После этого видения отец Гурий стал говорить о недопустимости принятия полисов, за что и подвергся нападкам. Да, думается, и само благочестие старца кому-то не давало покоя. В связи с враждебным отношением к батюшке некоторых людей, одна моя знакомая, его духовная дочь, даже вначале боялась рассказывать мне о нем, опасаясь, чтобы старцу не стало еще хуже. И как тут не вспомнить слова из песни замечательного русского певца Игоря Талькова. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. «Последний раз встретил я доброго пастыря в центре Вологды, года три назад. Он сильно сдал, и, как мне показалось, даже поначалу не узнал меня, а потом спросил, «Ты в церковь-то ходишь?» «Хожу, батюшка», — подтвердил я. «Ну, ходи, ходи, а то скоро нельзя будет». В этот момент к отцу Гурию подошла какая-то женщина, и наш разговор прервался. «Увы, живым я его больше никогда не видел». Воспоминания Александры Валерьяновны Быковой «Батюшка Гурий жил у нас на квартире 14 лет, а до этого он работал фотографом. Снимал у одной женщины, нашей знакомой, квартиру, но там была худая соседка, которая все время ему мешала. Тогда знакомая попросила нас принять Юру, отца Гурия, а мы жили с мамой, которая уже к тому времени лежала слепая. А я говорю ей, «Никого нам не надо, Антонина Николаевна, никого не надо». А она, видно, уже ему сказала, и вот в 10 часов вечера он звонит в наши двери. Я спрашиваю, кто? А он говорит, «Я сосед из соседнего дома, впустите». А я ему, «Никаких соседей не упускаю». «А мама у меня такая добрая была». «Да упусти!» Говорит, «Что ты?» «Ну вот и упустила». Мама его спросила, где он живет и сколько ему лет. Было ему 48. Мама говорит, «Милый мой, ты в Бога-то веруешь?» «Да как хорошо!» «Ты ходи, ходи к нам!» Вот так Юра начал к нам ходить. В то время он служил с владыкой Михаилом и подьяконом, и всех фотографировал в церкви. Мы спрашивали его, как он пришел к Богу. Он говорил, что тяжело было прийти. «Шаг шагнешь, да шаг обратно. Враг-то не пускает». А потом Юра пошел к отцу Владимиру и сказал, что он тайно верующий. Батюшка отправил его к владыке, в епархию. Вот так его и приняли и подьяконом, и фотографировать. Он такой простецкий был человек, настолько простой, пять что ли классов всего кончил. Жена у него была раньше гулящая и двое детей. С женой он развелся, а детям платил алименты. Отец Гури был талантливый человек, он играл хорошо на гармошке. Я его спрашиваю, «Ведь ты неграмотный, как научился играть?» А он в ответ, «Отвори, да затвори, так и научился». Раньше он играл на свадьбах, сам он не пил, но до того, говорит, доходился по свадьбам, что тошно стало. Когда же Юра пошел в церковь, то был настолько предан Богу, что как открылось ему что-то, даже удивительное дело. Вера в него была детская такая, очень хорошая. Он все собирал по крупицам, где бы чего найти, а ведь тогда книжек-то церковных не было. И вот если достанет где, столько у него радости было. Бывало, Антонина Николаевна напишет ему от руки Акафист, так он даже подпрыгнет от радости. Вот такая была у него вера, такое стремление. Как-то он говорит, «Я ведь скоро буду носить усы и бороду. В бороде-то ведь есть благодать Божия». Я и додумала. Видно, он стремится к чему-то, а он стремился к монашеству. Прошли годы, и мы готовили его к постригу, шили рубаху и помогали. Потом его постригли в монашество и возвели в сан Иеродиакона. Благодаря вере и стремлению к Богу, отца Гория, им мы-то стали больше молиться и читать духовной литературы. Очень добрый был отец Горий. Все время подавал нищим. Так и познакомился с Блаженным Толей, который жил тогда у одной верующей старушки Екатерины, которая их пускала к себе. Там они вместе сфотографировались. Отец Горий горячо молился Господу, чтобы открыли монастырь. Он даже ездил в Москву к начальству по этому делу. Однажды, когда уже открыли монастырь, отец Горий принес домой большой сверток. Я спросил, а что это у тебя? Он сказал, не знаю. Зачем-то Анатолий, блаженный, дал мне карту в Вологодской области. Неужели буду куда-то ездить? Впоследствии батюшке Горию пришлось много поездить по нашему краю. Как-то раз Толя дал отцу Горию трое часов, подарил умывальник. Мы спросили у батюшки, скажи нам, Анатолий когда-нибудь по-человечески говорит? Анатолий все притворялся да матюкался. А он отвечает, очень, очень хорошо говорит, только не надо об этом нигде распространять. У них была крепкая, хорошая дружба. Они постоянно тайно встречались у Екатерины и беседовали иногда часами. Одной рабе Божией Анатолий сказал про Гурия, что он будет избранник Божий. Отца Гурия впоследствии погнали за правду Божию. И он объездил всю область, служил в Сазонове, Великом Устюге, Татьме и в других местах. Иногда он заезжал к нам, молился на кухне. Всю ночь у него горел свет. Как-то раз пошла ночью в туалет и думаю, посмотрю, как там отец Гурий. А он распростерся на полу, распущенные волосы раскинуты. Я испугалась. Думала, он помер. А он, зачем ты мешаешь? А он молился. Еще помню, когда стал он только в церковь ходить, залез на крышу и кричал, «Люди, идите к Богу, идите к Богу». Он был очень простой. И ему дана была молитва. Моя мама была слепая, пять лет. Она мне сказала, что Юра будет избранник Божий. И будет служить. Я уже не знаю, откуда ей это было известно. Как-то Юрий, отец Гурий, пришел и говорит мне, чтобы она шла делать операцию на глаз. А у нее была глаукома. И она ослепла пять лет уж как. А он ей, «Тетя Лида, ты делай операцию, а я за тебя Богу помолюсь». Вот какой был сразу дерзновенный. И мама решила сделать операцию. И вот Божьим промыслом все устроилось. Нашлась врач Екатерина Александровна, которая сделала уже более 20 тысяч глазных операций. И была настолько добра для людей, как ангел. Она пришла домой к нам, осмотрела маму. А маме было уже 83 года. И согласилась сделать ей операцию. Екатерина Александровна была тайно верующей человек. Ночью маме приснилась монахиня, матушка Серафима, и сказала, что поедет с ней в больницу. А поутру сосед согласился отвезти маму в больницу на машине. Вот так все устроилось. Маме сделали операцию. И вот я прихожу в больницу, а мама мне говорит, «Шура, ведь я вижу». Вы представляете? И мне показалось, что это чудо от отца Гурия, тогда еще Юры. Он говорил, «У вас липовая вера. Вы думаете, что Бог вас не слышит?» А он тут вот и есть, и все слышит, и видит. Вот какое дерзновение имел и веру. Впоследствии отец Гурий ездил в Ивановскую область к одному старцу за духовным укреплением и возил туда своих чад. Раба Божия Екатерина свидетельствует, что в Иваново отцу Гурию настоятельно рекомендовал ехать блаженный Анатолий. Воспоминания рабы Божьей Тамары Благослови, Господи, на доброе дело. Я сильно болела. Дочка мне и говорит, «В монастыре есть батюшка, он многим помогает. Я пошла, стою в монастыре на исповедь, а на исповеди два батюшки. Одна очередь большая, много людей стоит, а вторая небольшая. Пошла, где больше, спрашиваю мужчину, что стоял рядом, почему здесь больше? Он ответил, «Он благодатный, мне помог». Подошла и моя очередь, подхожу, и сразу у меня слезы застилают глаза. Стала исповедаться, спрашивает, «Тебя отчитывали?» Говорю, «Нет». Опять беседует со мной, вдруг говорит, «У тебя на рукаве кровь». Я напугалась, говорю, «Где?» Показывает, «Вот». А я и думаю, где я могла запачкаться? А потом догадалась, откуда. Батюшка назначил мне эпитемью. Так стала ходить к батюшке. Говорят, батюшка тихий, ласковый, а мне пришлось видеть и строгого. Я думала, в монастыре только монахи, и говорю, «Вот батюшка иноки, а он мне что?» «Простите», – говорю, «Батюшка, я не разбираюсь». В очередной раз решила попроситься в духовные чадо. «Опять, батюшка, так строго?» «Если бегать не будешь?» Думаю, «Куда бегать?» Отвечаю, «Батюшка, никуда не буду». «Возьмите». Так я и стала батюшкиным чадом. Как-то очень заболела и просила всех передать батюшке, чтобы помолился и зашел к нам. А его нет и нет. Приходит внучка из школы, и говорит, «Видела батюшку на остановке. Думаю, перейду дорогу и подойду к нему». Перешла дорогу, смотрю, а батюшки нет. Куда девался? Когда к нам пришел, говорю, что его видели, а он мне только улыбнулся на мой вопрос. Болела нога у меня. В больницу направили, в стационар, но туда не взяли. И батюшка стал молиться над водичкой. Обмыл ногу мне, а потом сели за трапезу. Батюшка берет воду, большим бокалом пьет и приговаривает, «Хороша водичка?» Киселя выпил. «Нет», — говорит, «водичка лучше». А я грешное говорю, «Вот какая у нас водица хорошая». Потом мне пояснили, что когда батюшка молился, ангел в воду вошел, и батюшка говорил, что такое редко бывает. А когда он мне ногу этой водичкой лечил, сказал, и у него ноги болят, и себе ноги обмыл этой водицей. Если бы я знала, что это заводится, обязательно бы взяла в бутылочку. У батюшки много было духовных чад и в Вологде, и в области, и по всей России. Они ехали к нему и сами, и по приглашению батюшки. Ехали с бедами и благодарностями, и за благословением, и за наставлениями. Боюсь ошибиться числом, но несколько тысяч духовных чад. Пойдешь в город, смотришь, батюшка идет, и с ним идут люди, присоединившиеся к ним опять встречаются, и людей не знаешь, а они к батюшке за благословением бегут. Как-то остановились на беседу на улице, а нас много стояло. Подходит женщина, выгуливала собаку, и говорит, что случилось? Говорим, радость случилась. Она отошла от нас с недоумением. Как-то батюшке говорю на исповеди, батюшка, наложите мне эпитемию за мои грехи. А он мне, какая тебе еще эпитемия? На тебя Господь сам наложил ее. Батюшка одной женщине вылечил сухую руку, а женщине сказал, никому не говори. Так и осталось, не знаем, кому. Одна женщина, знаю ее, познакомилась с ней в монастыре, болела, и ей нельзя было иметь детей. После родов была в больнице душевнобольных Кувшинова четыре раза. Стала к батюшке ходить и поправилась. А одной женщине он сказал на исповеди, почему много работаешь, не бережешь себя. Она удивилась, откуда может знать, она ему ничего не говорила о себе. Батюшка наш говорил всем, не таясь, чтобы ничего не брали, ни ННН, ни многого другого. Воспоминания рабы Божьей Зои город Сокол. Господи, благослови. Я грешная раба Божья Зоя. Благодарю Господа за все, за все его милости ко мне грешной, за то, что он дал мне такого духовного батюшку отца Гурия. Некоторое время батюшка жил в Междуреченском районе, в деревне Старое Село. В сентябре месяце я с одной сестрой поехала к нему. Но когда приехали, батюшки дома не было. Он уехал в Вологду. В этом селе в то время жила раба Божья Галина. И мы пошли к ней подождать до следующего автобуса, чтобы ехать обратно. А когда пошли на остановку, батюшка шел нам навстречу. Он возвращался из Вологды. Встретил нас с такой отеческой любовью, как любящих детей. Благословил. Этот вечер прошел в разговорах. Батюшка всегда интересовался, как живут наши дети, мужья. Исповедались, раз решили некоторые вопросы. С утра в субботу трудились на поле, убирали картошку, а вечером были на службе в храме. Он говорил, что если готовишься к причастию, то нужно быть на вечерней службе. В воскресенье были все на службе. К вечеру собирались ехать домой. Но время еще оставалось, и одна сестра попросила нас помочь еще покопать картошку. Сначала мы отказывались, но получили благословение у Господа и у батюшки. Он подвел нас к иконе Спасителя, велел сделать три поклона и попросить прощения и благословения у Господа на работу. Хотя времени оставалось немного, потрудились мы с Божьей помощью хорошо. А когда пришли с поля, батюшка приготовил для нас бутылочки со святой водой с копия, которую сам осветил. Нашел для нас бутылочки промылых, забота батюшки чувствовалась всегда и во всем. Провожая нас, он долго благословлял нас, а мы шли и все оглядывались обратно, пока батюшке не стало видно. Светлая ему память. Воспоминания Александра Быкова «Я человек не церковный, и наши встречи с отцом Гурием носили исключительно деловой характер. Отец Гурий приносил в салон на дворянской божественную литературу для тиражирования и раздачи людям. Меня поразило то, что для этого человека слово «деньги» существовало только как средство для получения чего-то угодного Богу. Все, что подавали за требы, он тратил на материалы о Слове Божьем. Духовное сознание отца Гурия было близко к сознанию деятелей русской церкви времен патриарха Никона 17 век. Его отличала такая же страстность и такая же вера в свое предназначение. Помню, как-то раз отец Гурий пришел рано утром, выглядел очень уставшим. Потом я узнал, что он вставал ночью и до утра читал молитвы, не жалея своей плоти. Спрашиваю я, что батюшка Гурий опечален? Не случилось ли что? Отвечает, ведь как не печалиться, человечество спасать надо. А сам-то спасешься, батюшка? Спросил я с некоторой долей скептицизма. Да разве обо мне речь? Отвечал отец Гурий. Все помнят его борьбу против ННН и может показаться парадоксальным, но отец Гурий оказался снова прав. Теперь, когда государство сосчитало своих граждан и присвоило каждому номер, не может и речи быть о полной свободе личности, ведь все деяния человеческие теперь подконтрольны людям закона. Помните, как Христос выступал против книжников и фарисеев? Они тоже были законниками и упрекали его в нарушении закона. Как истинный подвижник он скротостью переносил гонения, которые обрушивали на его седую голову церковные законники. Его гнали сначала в Прилудском монастыре, гнали за распространение Слова Божия. Монастырские порядки угнетали отца Гурия, особенно поведение одного, Андрея Егорова, аристарха. Узнав, что я в свое время преподавал у студента Егорова и очень нелестно отзывался об этом человеке, отец Гурий проникся доверием и стал рассказывать о пакостях, которые учиняет в монастыре Андрюшка. Показывал мне записочки богомерзкие, найденные в келье отца аристарха. Крайне неодобрительно отзывался о духовном здравии аристарха и подчиненных ему послушников. Что содевают? Как же был прав отец Гурий? Ныне бывший монах аристарх подвязается в качестве правоверного иудея при московской синагоге. Отец Гурий скротостью принял ссылку в усть Печенгу, послал мне записочку со словами «Увозят меня не знаю куда». И много месяцев я о нем ничего не слышал. Говорят, что в это время он совершал столбный подвиг, находясь на хлебе и воде один в срубе. Именно там он и подорвал здоровье. Но и в Печенге он был неугоден. И тогда церковные законники сделали Гурия безместным. Он снова появился в Вологде, пришел к нам и сказал, что он здесь тайно и его гонят. Спустя месяцы я узнал, что отца больше нет с нами. Утрата светлого человека очень чувствительна. В нашей организации опечалились все, кто хотя бы просто видел его, стали вспоминать разные случаи. Вспомнили, как однажды, когда дела в фирме шли очень плохо, мы просили отца Гурия освятить наш дом, что он и сделал, надев Епитрахиль. Когда обходил дом, увидел черную собаку, которая у нас жила, рассердился, замахал крестом и закричал, что это бес, гоните беса из дома. С тех пор собака у нас в доме не жила. В тот же день к нам пришла налоговая полиция с проверкой. Увидев отца Гурия, они удивились, спросили, что тут у вас? На это им было отвечено, беса изгоняем. Отец Гурия закрепил святой водой этих служителей закона и с 1996 года они у нас больше не бывали. Сотрудники вспомнили, как отец Гурий сопротивлялся выполнению работ на компьютере, даже набору божественных текстов. Каждый раз он спрашивал, на чем сделан заказ. Когда я спросил, какая ему разница, отец Гурий огорошил меня ответом. Компьютер от сатаны, а ксерокс он Божий свет излучает. Многие предсказания отца Гурия уже сбылись. Все знают, как наказан свыше вологодский священник, грешивший пьянством, сребролюбием и прочими грехами. Судьбу его предсказал отец Гурий еще в 1995 году. Сказал единственное слово воздастся. Сегодня в Вологде, кроме традиционных церквей, чертова дюжина, разного рода сект. Вот где царство сатаны, вот чем нужно бороться ревнителям православия. Аннет преследуют Пелагию Рязанскую, Гурия Чезлова, преследуют память их, сохраненную чадами духовными. Воспоминания рабы Божьей Антонины. Как-то раз батюшка пришел очень больной, ноги были опухшие, красные, он обливал их холодной водой. Тогда становилось полегче. Батюшка не советовал брать ННН, новых паспортов и вообще новых документов с сатанинской символикой. За это он попал под подозрение духовных властей. У него часто проверяли содержимое его портфеля работники милиции. Он со смирением им это разрешал. Ночью не ложился на постель, а все время сидел. сидя и задремлет, а потом снова молится. Однажды в 12 часов ночи батюшка слышал звон. Так в набат били, так в набат били на небесах. Как-то сказал, я сегодня беса видел. Я сказала, и вы его не испугались? А он в ответ, нет, не испугался, я не первый раз его вижу. Когда я молюсь за умерших без покаяния, то бесы дергают меня за бороду, свечи гасят. Вам никому этого не вынести. И еще говорил, а вера у меня крепкая. Воспоминания рабы Божьей Тамары. Христос воскресе, Господи, благослови. Многие спасутся отказом, Господь помилует. По милости Божией последние 10 месяцев батюшка проживал в нашем городе Соколе. Я была рядом с ним и все последние годы, а тем более последние месяцы. Для меня пребывание с батюшкой это дни незабываемой радости. На мой взгляд, духовное богатство батюшки было в том, что он всех любил, всех жалел, искренне болея душой за каждую обратившуюся к нему душу, чтобы она спаслась через покаяние. Для меня батюшка это луч Божьего света, который очищал, просвещал, дарил душе Пасху. С ним было всегда радостно, просто и легко. Батюшка никогда ни на кого не обижался. Все в его сердце покрывало любовь. Одновременно батюшка очень родил о чистоте православия, зная, что в наше время самое главное, как он говорил, не заблудиться. Когда батюшка служил еще в монастыре, я впервые от него услышала о ваучерах, медицинских полисах, страховых свидетельствах, ННН, новых паспортах, которые выдавали и еще будут выдавать, электронные и других антихристовых документах. А также батюшка еще тогда предупреждал о пагубном влиянии в деле спасения души, компьютеров и сотовых телефонов. В то время я что-то не понимала, а в чем-то сомневалась. Господи, прости меня за это, так как многие уважаемые священнослужители трактовали их назначение по-разному. И тогда по Божьему вразумлению вместе со своими духовными сестрами я стала искать истину у старцев. В Сергеевом посаде старец сказал, когда мы стали спрашивать о нововведениях, не представившись, что мы духовное чадо батюшки Гурия, да у вас в Вологде есть игумен Гурий, ему первому Господь открыл истину об и так далее. Все это неспасительно. Спустя некоторое время мы вместе с теми же сестрами поехали в другую епархию, к другому старцу, узнать правильным ли путем мы идем. Подходя к келье, старец тогда болел и принимал только через окно. И еще не задав слух своего вопроса, стоя у окна услышали, у вас батюшка отец Гурий, от Бога, слушайте его. Больше сомнений не было. К великому сожалению, то, о чем еще за несколько лет до своей смерти говорил наш батюшка, сегодня воочию осуществляется. Человек, принявший номер ННН, вступает в систему зла, говорит старец Кирилл Павлов. Известные всему миру старцы Паисий Святогорец, Николай Гурьянов, Рафаил Берестов и другие заявляли и продолжают заявлять об опасности нововведений. Кроме того, что ННН знак, который по Библии является печатью Антихриста, официально признана Приозерским судом Ленинградской области. Газета «Жизнь» номер 39 от 4 марта 2002 года. Затем Армавирским. Какие могут быть еще сомнения у нас православных? Наш батюшка-отец Гурий также говорил, что ННН это еще не печать, но это огромный шаг к печати. Принявший номер не заметит, как может принять печать. Почившая старица раба Божья вера в книге «Сестры», изданную по благословению Высокопреосвященнейшего Симона, митрополита Рязанского и Касимовского, говорила о том, что в годы гонений и скорби люди все же идут в гору, к Богу. Но наступит такое время, когда всего будет столько, сколько было при царе, и даже больше, но тогда все пойдут вниз. Верными православию останутся только те, кто уцепятся за кусты. Пояснил, что кусты это старцы и их слова. Вера добавила, что в то время почти все духовенство заблудится в трех соснах, и многие отойдут от истины. Слава Богу, что Господь по своей великой милости и в наше время дает слышать истину у старцев. Последние слова отца Гурия, сказанные нам в больнице, таковы. После работы мы поднимались по лестнице с духовной сестрой Любой к батюшке. Он лежал в центральной больнице нашего города на втором этаже. Видим, что батюшка идет из палаты в коридор, где мы обычно встречались, очень взволнованный. Благословляя, тут же говорит, запишите, мне было только что озарение. Многие спасутся отказом, Господь помилует. Последнее слово батюшки это проявление великой милости Божией к нам, заблудшим его овечкам. Чего еще ждать, ведь электронные паспорта, микрочипы, которые уже нам предлагают в самых благих намерениях, это и есть уже духовная гибель, как говорил наш батюшка. Милостивый Господи, спаси нас всех от духовной погибели. КОНЕЦ Продолжение следует...